Одна из затертых прецедентом «Дадыр тем» – это так называемые договоры оказания консультационных и информационных услуг. Зачастую предмет этой сделки описан настолько расплывчато, что доказать факт неоказанной услуги проблематично, а уж тем более вернуть деньги за нее. Эта уловка, конечно, стара как мир, но тем не менее количество тех, кто верит пустопорожним обещаниям, меньше не становится. На самом деле я вашу программу «Прецедент» смотрю очень давно, на протяжении 20 лет, когда она еще была на НТН-4, но что когда-нибудь стану героиней вашей передачи «Прецедент» я не думала никогда. Оказавшись в непростой жизненной ситуации, мать-одиночка Ирина Шинко в поисках заемных средств безуспешно обошла несколько банков. В «Прецедент» ее привело знакомство с сайтом финансового консультанта, компанией, беззастенчиво называющей себя сертифицированным федеральным кредитным брокером. Обещали мне одобрить кредит на такую-то сумму, которую я у них попросила, вот, все как бы без проблем. Заявку на помощь в получении 110 тысяч кредитных рублей Ирина подала 3 сентября. Уже через несколько часов с ней связался сотрудник службы безопасности и пригласил на заключение договора. Они говорят, что они непосредственно работают в службе безопасности банков, что они вносят в бюро кредитных историй изменений, что у меня якобы хорошая кредитная история. Встанет, да? Да, 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 да. Они мне сказали принести 2750. Я принесла эти деньги, все. Уже представляя в своих руках хрустящие кредитные купюры, Ирина подмахнула предложенный ей договор оказания услуг. Согласно ему, некая ООО «Кредитный ресурс» обязалась за 2750 рублей провести проверку благонадежности заемщика. В чем она заключается, из документа не очень понятно. Что конкретно и где проверяться будет, не указано в этом договоре. То есть к этому даже нельзя прицепиться и предвить претензию исполнителю. Если к этому прилепить еще какой-то акт об оказанной услуге, который наверняка присутствует, то вообще доказать отсутствие оказанной услуги невозможно. Варианты два я вижу. Либо вы прочитали документы и не поняли смысла прочитанного, либо вы не читали документы. Условия договора, основные... Ключевые были договоры, то, что они мне помогут изменить кредитную историю, это раз. Там этого не написано. Ну, она мне так сказала. То есть вас... Помощь, да. А уже изначально они меня обманули. Банки так и не одобрили кредит горе-заемщицы. А специалисты финансового консультанта сообщили, что в своих проблемах Ирина Шинко должна винить саму себя. Согласно ее заявке, у нее кредитная история положительная, просрочек нет. То есть все хорошо у нее, по ее мнению. По факту проверки мы видим, что помимо указанных двух кредитов, имеется 10 открытых потребительских счетов. Из них 6 кредитов являются просроченными. То есть это не единственный случай 60% клиентов, которые к нам обращаются, они пытаются вот такими обманными способами получить кредит. Наши финансовые специалисты непосредственно работают с людьми до какого-то удовлетворительного результата. Я понял. Претензию Ирины Тимофеевны о возврате 2750 рублей кредитный ресурс удовлетворить отказался. Поскольку договор в плане информационных услуг и запроса кредитной истории клиента мы выполнили в полном объеме. О чем свидетельствуют акты выполненных работ, которые клиенты собственноручно подписывают. В попытке познакомиться с кредитным ресурсом поближе, подаем заявку на помощь в решении финансового вопроса в крохотном офисе на Фрунзе 5. Виктор Евгеньевич, чтобы вам помогать, нам зовут заявку. Передерочка, начинайте. Сами линии и отчества. Президент. Президент. Чем вам это? Президент. 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 Через несколько дней на указанный в заявке телефон поступил звонок. Звонящий представился Антоном Александровичем, начальником службы безопасности. Он сказал, что у меня низкий скоинговый балл, его нужно корректировать. За эти услуги он попросил 10% от суммы кредита, 3000 в день заключения договора и 12% в день получения денег. На мой вопрос, а вернут ли мне деньги в случае отказа банка, он сообщил, что проблем с возвратом у них нет. И пригласил в офис для заключения договора. Мы не можем публиковать тот разговор, потому что собеседник не был предупрежден о том, что ведется его запись. Хотя сам файл направлен в кредитный ресурс. Данная запись предоставлена в качестве знакомления начальнику отдела службы безопасности. В настоящее время проводится проверка. В случае, если мы найдем подтверждение, что это был наш сотрудник, мы обязательно примем меры и сообщим об этом в редакцию. В офисе кредитного ресурса нас действительно ждал специалист с типовым договором оказания услуг. Точь-в-точь, как у Ирины Шинко. Я вот здесь вижу, что вы проверяете мою благонадежность. Это и есть услуга. Мы проверяем все вашу кредитную услугу. Нет, ну как, мы же подбираем вам банки, мы же ищем вам банку. Прочитайте у него. Если есть какие-то вакуации, может служба без запаса с вами еще раз связаться, я объясню тоже. А говорите, да, про аванс? Да, говорите. А у вас 3000? 3000 мы платить не стали. Этому нас научил опыт Ирины Шинко. Тем более, что телефонные обещания сотрудника безопасности по имени Антон о каких-то чудесных метаморфозах скорингового балла кредитной истории – это стопроцентный блеф, не отраженный в документообороте. Что же касается упоминаемого в условиях договора НБКИ, в самом Национальном бюро про кредитный ресурс ни сном ни духом. О, кредитный ресурс не является контрагентом НБКИ. Никакого сотрудничества и любых других взаимоотношений у НБКИ с этой организацией нет. Никаких других способов улучшить свою кредитную историю или скоринговый балл, кроме как через надлежащее обслуживание своих кредитных обязательств, не существует. Таким образом, организации, предлагающие гражданам подобные улучшения кредитной истории, являются мошенническими. Однако у Ирины Шинко, как и у других, считающих себя обманутыми клиентов кредитного ресурса, которых, судя по количеству интернет-отзывов немало, нет документальных доказательств мошенничества. Ведь свою визу на актах, подтверждающих факт оказания услуги, люди подмахивали добровольно. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.